Ну вот, господа, как я и обещал, утренняя экскурсия по Комсомольску. То есть вода охерительно прибыла, вот это все пугаться не стоит. Это теперь лицо морское, так сказать, речное Комсомольское. Вон там ТЭТ-2, в котором основной источник тепла. ТЭТ-3 как-то поменьше дает тепла. И тут водозабор для ТЭТ-2 и для ТЭТ-3. То есть если он забьется, если что-то произойдет, то обе ТЭТ-3 остановятся. Ну, я работал на ТЭТ-2, поэтому ситуацию достаточно четко представляю. Здесь вот мне приходилось уже лазить. И уровень мерить, и датчики проверять. То есть, как бы, все это вот мозолями вот этими прочувствовано. Вот уже сошел кнутрый причал. Как вы видите, скрытая воде там нафига, сооружена из лешков пизком. Ну, ее разберачивается, открывается. Это, конечно, если предположить, что еще на 2 метра-полтора подымется, то это накерсать не стоит. Вода будет разберачивать по углевому причалу. Суда вагоны с углем приходят и подается, как бы, уголь для накопления в углехранилище. Раньше приходили баржи, но уже энное количество лет, так 10, отсутствует нормальное движение судов, каботажных по Амуру, поэтому никаких баржи с углем теперь давно уже не приходит. Ну, спасибо Ишаеву еще раз лишний раз. И вообще, спасибо Москве, блядь, за охеренное, так сказать... Вот это, с удовольствием, где сливается отработанная вода, как бы, но это не очистные. Это, скорее, низкая вода, стец завода, ливневка. Ну, в основном, техническая вода, стец. Очистные много ниже, где речные порты. И вот здесь сейчас самая жопа происходит, вот здесь, видно, далеко стоят вот страны, это порт Комсомольска, здесь низина, там частный сектор, микрорайон Парус, как бы, особняком стоит, туда самое список, до сих пор ни один автобус не ходит. То есть, есть микрорайон, а транспортного сообщения с ним нет, только на такси можно доехать. Вот тоже, как бы, специфика Комсомольска, его динамика развития, это управление мэром. Ну, это вот отсутствие с некоторыми районами прямого автобусного сообщения, не говоря о том, что оно в 21.00 заканчивается, то есть практически, ну и много чего отсутствует. Вот мы видим типичные осенние такие туманы, которые могут перейти в дождь затяжной. Ну, это нормальное, как бы, явление, это туман может уйти, рассеется, а может, наоборот, пуститься в тучь. Для Амура это нормальное явление. Сегодня волна, ну, видно, сантиметров 30. Кстати, это не сильный ветер, но Амур есть, да Амур, как бы. Особенно в нынешнем его рассерженном состоянии, да, практически море средних таких размеров. Мелководное море с малыми глубинами и с очень таким крепким таким характером злым. Ну, можно что еще сказать, вот эти вот горы, топки, высоты примерно до 200 метров, вот сейчас высотка эта затянута. Вот там метра 130-140 высоты. То есть можно, как бы, оценить размер. И тут была тропа большая, рыбацкая, вдоль берега. Она вся затоплена, то есть практически пройти теперь вдоль горного берега невозможно. То есть все... Ни о какой пути не можно говорить, вообще нельзя, потому что скорость течения сумасшедшая, особенно на Форватере. Там порядка 15 километров в час, 16. Вместо обычных 6 километров, то есть, грубо говоря, в 2,5-3 раза выше. В общем, вот такой Амур с утра. Видно, что уровень повысился, как бы, за 2 суток, что я тут на берегу не был. Лежат вон туманы, задумчивость. Что дальше, что дальше, кто знает. Продолжаем, как бы, свои репортажи. С города Комсомольска, который был на Амуре, а теперь оказался уже город Комсомольск в Амуре. Если вам любопытно, что еще будет тут сказано на этом канале, то смотрите, оставайтесь с нами. Надеюсь, сегодня у меня в доме, возможно, еще электричество не отключат, не затопят подвал. Я успею этот ролик скинуть. Ну, а комсомольчанам, что могу пожелать? Здравого смысла и перебираться вот метров на 20-30 повыше. Хотя бы на некоторое время. Побыть, почувствовать себя пионерами, побыть немножко, как бы, потому что при таком управлении, при такой информированности, при таком, блядь, подходе к делу, к жизням людей, может произойти любая хит, если вы не хотите быть ее заложником, то держите, как говорится, свою судьбу в своих руках. До свидания.